Привет, YouTube! Это рубрика «Разговоры с коллекционером», в которой мы разрушаем стереотипы об этом хобби и людях, которые им увлечены. И сегодня у нас в гостях совладелец компании, название которой знают 100% нумизматов и, наверное, 90% банистов. Здравствуйте! Михаил Колосов, совладелец компании «Шириков ЭКО», эксперт и коллекционер. Пойдем побеседуем. Михаил, сейчас вы профессионально занимаетесь экспертизой, но наверняка на начальном этапе это было просто коллекционирование, просто увлечение. Расскажите, с чего все начиналось? Здравствуйте! Вы знаете, вообще история удивительная, можно даже сказать, где-то чуть трагичная со стороны коллекционера. У меня дедушка собирал всю жизнь банкноты, был банистом. У меня была великолепная, серьезная коллекция. И из монет, а папа собирал монеты, бон и не собирал. И у дедушки единственная из монет, это была рубль 1796 года, банковских монетных дворов, в простонародье БМ, или банковый, в прекраснейшем состоянии, с зеркальными полями. Я у него взял, когда был маленький, поиграться его, показать ребятам, знакомым. Ну, соответственно, вернулся я уже без этого рубля домой. То ли его украли, то ли я потерял. Я уже не помню. И тогда со мной состоялся серьезнейший разговор. Мне дедушка объяснил, что это предметы, которые долго ищутся, долго подбираются, нужно к ним относиться с любовью. Ну, наверное, вот с этого у меня все началось. А какой первый был предмет уже в вашей коллекции, когда вы уже так поняли, что есть интерес к этому и влечению? В моей, вы знаете, наверное, по большей части, когда я рос, еще были брахолки на многих рынках, сомнительные всякие организации антикварные, да, там, бутики. Скорее всего, наверное, я начинал с меди, с каких-то простых вещей, там, екатеринецкие пятаки, еще что-то. Вот. Но могу сказать, что в школе очень много было коллекционеров-номизматов. Менялись, как правило, в большинстве случаев это СССР, вот, все-таки в царизм мало кто влез. Но, тем не менее, были и такие, то есть мы чем-то менялись, чем-то обменивались. Ну, это, наверное, медь, Екатерина II, такой знаковый промежуток, то, что было в доступе, то, что, знаете, в памяти осталось, когда идешь по брахолке, у них лежали там полотенца или что-то в виде покрывала дел, на них прям вот горы лежали медных монет, вот, они стоили там все в одну цену и подходил, выбирал там одно, две, три, пять. Ну, да, наверное, медь. То есть это был школьный возраст, когда вот вы начинали? Да, да. Достаточно рано? Да. Ну, я думаю, да, это второй, третий класс, я уже был полностью погружен. Дедушки потом не компенсировали потерянный предмет? К сожалению, не смог, потому что, во-первых, в советское время это найти было практически невозможно. Это было все так за семью печатями, скажем так, какие-то серьезные вещи продавались, как правило, инкогнито. Вот, нет, но урок усвоил на всю жизнь, урок понятен. На сегодняшний день вы себя больше ощущаете как коллекционера или как эксперта, как человека бизнеса? Что доминирует? Я не могу отделить одно от второго. По одной простой причине, потому что я всю жизнь занимался бизнесом. 8 лет назад мы с Игорем Владимировичем открыли компанию по экспертизе монет. Я и коллекционер, я и бизнесмен, я и эксперт, скажем так. Ну, то есть вот этот романтизм и коллекционирование, он не ушел никуда? Азарт? Вы знаете, мне кажется, невозможно, чтобы он ушел куда-то. К великому сожалению, все меньше и меньше хороших предметов на рынке. Как правило, это средний материал. Но если видишь хороший предмет, иногда, да, бывает, трясутся руки. То есть я много что видел, да, просмотрел там все музейные фонды, государственный эрмитаж, государственный исторический музей, не только. Вот. Но когда видишь хороший предмет, да, восхищение, наслаждение. То есть ты в эти минуты получаешь искреннее удовольствие. Сейчас еще, наверное, такой профессиональный нюанс. Через ваши руки проходит много очень редких и уникальных предметов. Какой из них вас вот как раз удивил, впечатлил больше всего, который вызвал вот этот вот трепет и дрожь? Наверное, я этот вопрос оставлю без ответа. Все-таки, да, наши клиенты, как правило, либо известные, либо там серьезные люди. Вот. И у нас есть хартия, мы ее подписываем обязательно о неразглашении. Поэтому все-таки, наверное, я оставлю без ответа. Но он есть в вашей голове. Он есть и не один, поверьте. Он есть и не один. Что-то сейчас вы представили, когда я задала этот вопрос. Могу сказать, что за последние пять лет открылось очень хороших предметов не в плане открытия нумизматики, а в плане сохранности предметов. То есть некоторые вещи, которые априори не могли быть выше там сохранности верифайна, их никто не видел. Да, мы сейчас там несколько предметов видели в люксе. И это факт. За кадром тоже не расскажете, что за предмет вас впечатлило. Может быть, не знаю. Эх, уважаемые зрители, это останется за кадром. Мы выяснили, с чего начинался интерес. Как менялся подход ваше коллекционирование? Менялись ли предпочитаемые темы? Может быть, сначала были только монеты, потом появились банкноты в вашем пользовании? Вы знаете, обязательно менялся. Могу сказать так, мне кажется, многие со мной согласятся. Есть негласное правило. Я начинал, у меня в простонародье было даже прозвище, не знаю, у многих, наверное, я так и записан до сих пор. Миша Пятачок. Почему? Да, я собирал пятикопеечные монеты в серебре всего императорского периода. В какой-то момент моя коллекция превзошла и Эрмитаж, и Государственный исторический музей вместе взятые. Также собирала полированные рубли 19-го, 20-го века. Чисто случайно, и всю жизнь я собирал, кстати, Елизавету Петровну. И чисто случайно как-то на каком-то из праздников семейном у меня оказалась часть коллекции под рукой. И мы с мужем сестры, я говорю, пойдем, я тебе покажу, ты давно хотел посмотреть. Мы начали смотреть, я ему показываю, там, Петра Первого, там, Екатерина Второго. Он, да, там, интересно, такой портрет, такой. Потом начинаю показывать пятачки, собственно, коллекции, беспортретники полированные рубли. И он посидел, наверное, минут 30, и потом сделал такое ему заключение. Миша, здесь меняются только цифры года. И меня прострелило. Честно вам говорю, прострелило. Я с ним полностью согласился, человек далекий от нумизматики. Он сказал все одним предложением. Я все распродал, вот, потом начал собирать 18-й век, 19-й, вот, но высший пилотаж, еще раз повторюсь, мне кажется, со мной коллекционеры согласятся, это знание и понимание меди, и медных монет, и их сохранности. Вот, поэтому сейчас я формирую коллекцию, ну, скажем, серебряные, там, золотые, платные монеты. У меня по типам собрано, как правило. Вот, я формирую коллекцию медных монет для себя. Это, вот, либо в наивысшем грейде, там, полированные предметы, либо из обихода. Но это отдельная каста, то есть, медь нужно понимать, там, я думаю, что все коллекционеры согласятся, и нумизматы метят выше пилотаж. То есть, кто начинает разбираться в ней, уже выше, собственно, прыгать некуда. А так, да, безусловно, в течение лет у меня менялись и интересы, и взгляды, и понимание, и взгляды на сами предметы с точки зрения истории, потому что истории и предметы, они неотделимы. Люди, которые инвесторы, да, как правило, там, покупают в коробках. Это инвестиции, но ничего об этом не знают, да. Вот. А у истинного коллекционера, нумизмата, когда он погружается в какую-то тему, в любом случае будут меняться интересы. Я не встречал тех людей, у которых бы, там, за период, там, 10-20 лет не поменялись интересы. В любом случае приходит что-то новое, что-то интересное, хочется раскрыть какую-то тему. Поэтому, да, безусловно. Но это только в рамках нумизматики или были какие-то кардинальные переходы в другие сферы коллекционирования? Вы знаете, я никогда не был бонистом, но за последние, там, 5-7 лет я активно собираю, там, боны американские мне очень нравятся, в большей форматке. Я думаю, там, наверное, без зазрения и совести могу сказать, что самая крупная коллекция, я подчеркну, императорских, княжеских родов и родословных у меня, наверное, лучше. На сегодняшний день, давайте не будем путать, еще раз подчеркну, да, там, я не собираю, там, врачебные печати, еще какие-то, да, вот, это, как правило, родовые печати, князей, графов, подарки императоров и так далее и тому подобное. Вы рассказали историю, как, да, там, ваш родственник интересную высказал мысль, после чего вы решили распродать всю коллекцию. Были ли еще такие эпизоды, что вот вы собрали коллекцию, продали ее, собрали, продали? Нет. Не было такого? Нет, уже я осознанно формировал коллекцию, я понимал, для чего я ее формирую, и сейчас я понимаю, для чего я продолжаю формировать тельные вещи, добираю. Так, но в любом случае коллекция живет. Что значит живет? Какие-то вещи, безусловно, я продам или поменяюсь с человеком на то, что мне сейчас интересно. То есть это называется живая коллекция. Я не могу сказать, что я остановился, нет, безусловно. Когда я скажу стоп, ну, да, может быть, я там где-то ее выложу, там, опубликую еще что-то, но пока нет, коллекция жива, вот, и она постоянно живет, постоянно формируется, там, в каких-то местах меняется, но пока живет. Для чего вы собираете коллекцию? Для души. То есть как раз ради вот той... Для души, да, ради тех минут, когда я могу побыть один, когда могу посмотреть на предмет. Это не праздно совершенно, то есть многие со мной согласят, что никто, вообще никто не видел всей моей коллекции. видели там, когда просили какие-то части, вырезки, вот. Это для себя лично, то есть это увлечение, это хочется на старости лет, там, посидеть, знаете, там, глупо посмотреть, понаслаждаться. Как некий такой фотоальбом люди, да, вот смотрят, вспоминают какие-то, может, эмоции, да, впечатления. Каждая монета – это эмоция. Мне сказал очень серьезный дилер, уважаемый, не только в России, он говорит, Миш, запомни, вы, коллекционеры, покупаете эмоцию. Вы не покупаете предмет, вы покупаете эмоции. Он был прав совершенно. Когда вот ты ее хочешь, ты всех перебиваешь, ты понимаешь, что это безумно дорого, но ты все равно ее купил, и потом вот это чувство эйфории, все, она твоя, там. С каждым предметом какая-то история связана, это безусловно. Некоторые коллекционеры любят это хобби как раз за возможность реализовать вот этот где-то мужской потенциал, охотиться, добыть, принести себе этот предмет в коллекцию. Кто-то любит как раз за процесс владения, вот это вот полюбоваться, посмотреть, вот у вас куда больше охотиться и вот этот азарт ощущать или владеть, что приносит больше удовольствия. Нет, наверное, и то, и то. Сначала увидеть предмет в каком-то качестве, в котором до этого не видел, да, потрогать, пощупать, потом купить его на аукционе, да, потом, безусловно, владеть. Может быть, там где-то даже чуть-чуть похвастаться, почему нет. То есть у меня эти эмоции переживает со мной вся моя семья, то есть они видят, когда я возвращаюсь с аукцион, в каком я настроении, они примерно понимают, удалось мне реализовать, да, там, что-то приобрести, да, там, или не удалось. Они прям чувствуют, вот, и семья переживает, можно сказать, вместе со мной. Хотя очень далеки от всех этих аукционерских дел. Не разделяют этот интерес. Сколько я ни пытался, вы знаете, там, и дочерям, и сыну, что я только не делал. Я предлагал античные монеты им покупал. И империю, и советы, и марки, и боны, боже мой, что я только не показывал, нет. Пока они от этого далеки, может быть, еще не сформировалась личность, да, там, старшая дочь у меня уже там думает о замужестве, да. Средний, маленький, еще маленький, может быть. Может быть, они еще поменяются, но на сегодняшний день я не вижу этого уровня. А как вы думаете, вообще такой интерес к коллекционированию, это можно чисто гипотетически привить ребенку? Или это какая-то врожденная, да? Нет, это либо есть, либо нет. Врожденная особенность. Нельзя. Физически нельзя. Я с детства любил историю, я там, был лучшим учеником в потоке, там, и в институте, и в школе. Это нужно любить с детства. Михаил, а когда пришло понимание, что хочется из этого делать бизнес? И, наверное, даже так спрошу, что из этого можно делать бизнес, что коллекционирование, и, в принципе, это хобби может приносить деньги? Вынужден вас огорчить, потому что бизнес как такового в экспертизе нет. То есть мы с Игорем преследуем немножко другие принципы, подходы здесь. Как бизнес-экспертизу рассматривать нельзя. Могу сразу всем сказать, кто хочет начинать, это утопия. Вы будете только вкладывать в этот бизнес. Прибыли вы не получите. Ребят, расходимся. Да, вы можете расходиться. Здесь мы преследуем, чтобы, наверное, доставить либо радость, либо горечь тому или иному человеку, кто сдал на экспертизу тот или иной предмет. Плюс скажу в очередной раз, что мы не забыли писать портал, мы его пишем, мы его обязательно опубликуем рано или поздно. Там будет 95% совершенно новой информации до этого, неизданной. Там будут очень интересные для школьников неклассные видеоуроки. Будет очень много интересного. Но не хочется выпускать полуфабрикат. Мы просто уже зрителям заявляли неоднократно с трибун, с разных, в том числе и с телевидения, что мы готовим портал именно мизматически, объединить людей, чтобы они могли обсуждать, делать какие-то доводы, выводы. Он готовится, мы это не бросили. Поверьте, рано или поздно он выйдет. В плане бизнеса нет, это не прибыльное совершенно дело. Если вы спрашиваете вообще по бизнесу, у меня там много других своих личных бизнесов, но экспертизы нет. Она не принесет заработка вообще. Она может приносить только удовольствие от общения с клиентами, от общения с предметами, постоянно быть в тренде, следить за последними новинками подделок. В этом ключе – да. Но как бизнес – нет. Просто будете докладывать постоянно деньги в этот бизнес. Расскажите подробнее про портал. Как давно вы делаете? Изначально какая цель этого проекта? Делаем мы его уже пять лет. Изначальная цель – объединить нумизматов на одном крупном портале, где не только будут обсуждения и форумы, но в том числе и постоянные выкладки новых монет, которые найдены, которые не были опубликованы. И такие тоже есть, пусть никто не удивляется. За последние пять лет я могу сказать вам, что десятка-два монет, которые либо существовали только в прорисовках, либо в слепках, проходили через наши руки. Это обязательно. Мы выложим все фотографии экспертиз, которые через наши руки проходили. Но самый важный конек – это будет понимание того, то есть мы отойдем от подхода разновидности штемпелей, а попытаемся на многих вещах доказать, что это один и тот же штемпель, живущий какое-то количество времени. Допустим, из самых простых примеров. Возьмем каталог Биткина, любой другой. Корона открытая, корона закрытая, на Петре Молодом. Я могу с уверенностью по некоторым штемпелям доказать, что это один и тот же штемпель. А люди выносят их за границу и ставят как совершенно разные виды штемпелей и монеты. Это неправильно, не нужно вводить в заблуждение. То есть мы хотим показать первоначально найденного экземпляра удара этого штемпеля и монеты. И как это происходило, как это жило, чтобы люди понимали их, к сожалению, никто не смог обмануть или к счастью. То есть мы тут занялись платиной. И последнее, что мы там делали, мы только трешек 28-го года нашли 27 штемпельных пар. Могу вам приоткрыть завесу, мы нашли трешку 28-го года, молодого Рейхеля, резал Рейхель. На сегодняшний день мы знаем всего две монеты такие. Одна находится в Государственном историческом музее, вторая продавалась на аукционных торгах. И когда эта информация будет опубликована, даже в одной монете поменяется немножко, издвинется склад вообще понимания, что редкое, что нередкое, за что эту редкость нужно воспринимать и любить. Я могу о портале говорить долго-долго-долго, поэтому вы меня останавливаете. Сенсация сейчас, друзья, была просто сенсация, которая у нас на канале выйдет. Наверняка к вам на экспертизу приносили неподлинные предметы, когда владелец не знал об этом, и вы обнаруживали это в ходе своей работы. Скажите, как вообще меняется рынок фальшивомонетчиков? Как быстро прогрессируют какие-то технологии? И как, в свою очередь, отвечает экспертное сообщество? Поспевает ли оно за ним? И, может быть, тут влияет больше человеческий фактор, что человеческая экспертность победит технологии фальшивомонетчиков, ваше мнение? Давайте изначально начну. Ну, как появились монеты, так появились подделки. Это был, есть и будет. И не всегда подделка означает обмануть коллекционера. Мы же с вами сейчас встречаем подделки пятитысячных купюр, тысячных купюр, десятирублевых монет. Что касается, успеваем или нет, вы знаете, к счастью, мы общаемся со многими дилерами, я не буду называть их имена, со многими аукционными ведущими домами, в том числе и с вашими, которые помогают нам в совместной работе, в выявлении серьезной подделки. Да, они не спят. Тот, кто подделал монеты, их подделывает гораздо искуснее, гораздо лучше. С каждым годом выходит все лучше и лучше предмета. Иногда мы сталкиваемся с тем, что находим несколько отличий. Объясню. То есть мы в экспертизе, как правило, указываем три точных, жестких формулировки, где любой бы человек мог понять, почему это подделка. Но бывают такие уровни подделки, что мы просто отказываемся писать экспертизу, для того, чтобы не указывать эти вещи, чтобы люди не доработали тот или иной предмет в качестве подделки. Их будет невозможно определить. Но еще раз говорю, да, одному-двому людям не справиться с этим. Это нужно постоянно жить в рынке, постоянно общение. И кто-то что-то увидел, кто-то что-то заметил. Когда делишься информацией, приходишь либо к тому, либо к этому. Но могу сказать точно, мы тоже ошибаемся, мы тоже люди. Такие ошибки даже в нашей экспертизе были. Некоторые экспертизы мы отозвали, за некоторые мы выплатили деньги. И не то, что за экспертизу, а даже за сами предметы. Мы забрали эти поддельные предметы. Человек, когда в договоре указывал стоимость этих предметов, мы заплатили эти деньги. У нас есть там фонд подделок, довольно-таки интересный. Но это было, есть и будет. Пока, да, мы боремся, побеждаем. Я уверен, что при совместной работе будущего у них нет. Если нумизматический рынок будет как-то распадаться и не будет коллегиального мнения, то я думаю, что да, будет очень тяжело и сложно. Потому что все-таки это в большей степени не какие-то инструментальные вещи, но и они тоже, да, или технологический подход. Это насмотренность, это глаза, это понимание предмета, как изготавливался предмет, что может быть, что не может быть. Но желательно, конечно, коллегиально решить. К слову про сообщество. Принимаете ли вы участие в каких-то слетах, клубах коллекционеров? Как вообще оцениваете роль этих комьюнити? Ну, я довольно часто бываю по воскресеньям в клубе коллекционеров. Вот, общаюсь с разными людьми. Мы делимся информацией, смотрим какие-то предметы, да, приходим к тому или иному мнению. Я постоянно посещаю аукционные дома. Вот, ну, во-первых, когда выходит какой-то каталог, мне хочется в первую очередь посмотреть для себя. Вот, предметы. Кроме этого, я не буду скрывать, мы формируем коллекции вот, нашим клиентам, за что несем ответственность. Поэтому и для них я тоже просматриваю предметы, даю рекомендации, что покупать, что не покупать. Вот, я прошу не путать это там с дилерством или еще чем-то. Мы именно, скажу так, вот, пришел человек, который хочет сделать красивую, хорошую коллекцию, да. Ему позволяют средства. Мы им помогаем в формировании этой коллекции, чтобы, а, избежать подделок, б, он собирал качественный материал, потому что качественный материал растет в цене, плохая сохранность будет падать и будет падать еще, это точно. В таком ключе, то есть, да, я постоянно работаю с людьми, с аукционными домами везде. Были ли вы где-то, может быть, за границей на клубах коллекционеров аукционных? Нет, мы всегда были на аукционах. Мало того, до 22-го года мы подписали там ряд контрактов сотрудничества с аукционными домами. В Швейцарии, в Цюрихе, аукционный дом Синкона, мы с ними сотрудничали и там стояли на каждом аукционнике наши логотипы, то есть, наша команда экспертов приезжала, просматривала все лоты, да, на какие-то более сомнительные вещи мы специально представляли экспертизу, либо ставили логотип, вот, и все финансовые вопросы потом, если возникало непонимание, что это там подделка, еще что-то, уже организовывали не к аукционному дому, а к нам, аукционный дом Кюнкер в Германии, в Оснабрюке, то есть, ну, еще ряд аукционных домов, которые подписали с нами контракт, но мы так не успели реализовать наше сотрудничество, потому что 22-й год внес многие коррективы в нашу жизнь, да. Как отличается рынок за границей от российского рынка? Колоссально. Чем, на первый взгляд, что выделяется на топ-3 отличий? Ну, топ-3, первое, это ценовой сегмент. Там всегда будет дороже, почему? Потому что наш рынок до сих пор закрыт, мы не имеем права вывозить культурные ценности, соответственно, европейские, американские, азиатские дилеры участвовать в нашем рынке не могут, потому что вывезти это будет невозможно. Это первое. Второе, это вообще подход людей и дилеров, в том числе, к самому процессу. То есть, если сейчас у нас еще, вы знаете, такой раздрая на рынке, то в той же Европе дилеры там, честно, получают там 5, максимум 10 процентов, потому что все цены определены, примерное понятие определено, в Америке, так они вообще на шаг впереди, да, есть каталоги, а если мы говорим о бонах в частности, да, с сохранностью предмета там прописана, цена, никто больше каталог вам не заплатит, и дилеры живут там на 1-2-3 процентах, у нас такого нет, да, у нас еще как-то деньги, наверное, из головы. Ну и плюс третий, вы знаете, когда участвуют здесь серьезные люди в аукционе, их не так много, да, они там бьются между собой, а когда они бьются еще и с европейскими, азиатскими, американскими дилерами, и именно дилерами, а не коллекционерами, может быть там, иногда с коллекционерами, то, соответственно, и цена другая, вообще сам антураж, вот эти там, не знаю, на Кюнкере там 20 телефонов, это звонят там, это сотни людей, ну это как-то вот, не знаю, на мой взгляд, гораздо интереснее проходит. Как вы думаете, это можно принести на российский рынок? Да, просто этим никто не хочет заниматься, да, можно. Михаил, а как вы видите коллекционирование будущего? Ну, коллекционирование, к сожалению, я думаю, будет сокращаться, это превратится в больше инвестиции, как на американском рынке, как на азиатском рынке, ну и коллекционирование тоже останется, просто, наверное, не в том ключе, в котором сейчас, потому что появилось там понимание слабирования, где-то я его поддерживаю, вот я собираю боны, вот, я считаю, что правильно убирать в слаб, не то, что даже гоняясь за грейдом, в любом случае, сам достаешь предмет, посмотреть, да, там, поизучать, людям показываешь, люди разные, что-то где-то упало, что-то где-то рука сорвалась, то есть это обеспечивает сохранность предметов, в монетах, если мы говорим, вот, у меня есть знакомый, серьезный коллекционер, он собирал 19-20 век, только пруфы, вот, когда я ему задал вопрос, почему ты их убираешь в коробке, он говорит, только для того, чтобы сохранить в первозданном виде, да, наверное, это имеет место быть, потому что, еще раз повторяю, люди разные, кто-то схватил сальной рукой, кто-то, не дай бог, уронил, вот, как я его вижу, ну, наверное, это будет такой очень хороший инструмент защитное инвестирование, как сейчас, золото, потому что антиквариат, не только нумизматика, он был, есть и будет, вот, знаете, я всегда говорю, если где-то убыло, значит, где-то прибыло, а если прибыло, значит, человек хочет приобщиться к высокому, да, кто-то начинает иконы собирать, кто-то картины, кто-то монет, кто-то марки, кто-то боны, вот, он существует уже 2000 лет от рынка, я думаю, что будет дальше существовать, да, какие-то постулаты изменятся, но в основной своей массе, я думаю, все-таки мы все равно пройдем не к коллекционированию, а к инвестиции, как таковой, и защитному механизму, защита денег, инвестиции, денежная масса и так далее. Ну и, может быть, пару слов для наших подписчиков, пожелания, пожелания от коллекционера, другим коллекционерам. Пожелания коллекционерам, изучайте предметы, смотрите предметы, потому что никто не сможет дать экспертизу, лучше, чем вы, если вы изучаете предмет. Вы будете распознавать подделки, вы будете видеть сомнительные предметы, реставрированные предметы. Не ленитесь, изучайте, покупайте, радуйте себя. Ну, наверное, всего-всего самого наилучшего в собирании коллекции, формировании коллекции. Спасибо большое, Михаил, что сегодня уделили мне время. Я считаю, мы очень здорово побеседовали. Друзья, поставьте лайк обязательно к этому видео, нажмите на кнопочку подписаться, ну и обязательно смотрите наши дальнейшие выпуски. Всем пока! Пока-пока!